В 1955 году я поступил на физико-математический факультет Казахского государственного университета. Я выбрал себе кафедру атомной физики. Эту кафедру я закончил в 1961 году. Я вышел оттуда как молодой специалист в области атомной, абсорбционной, атомной, эмиссионной методов изучения объектов. Работал. После этого через 2-3 года меня отправили в составе большой геолого-геохимической экспедиции в Африку. Попал в республику Конго и там проработал 2 года. Заведовал лабораторией по анализу минерального сырья, вод, растений и так далее. Через 2 года вернулся. Я был назначен заведующим центральной геохимической лабораторией Министерства геологии СССР. Но, к сожалению, распалась наша страна. На науку уже не обращали внимания. Пришлось менять профессию. Я выбрал аграрию. Работал в агроцентре, который организовал в то время Казкомерсбанк. И мы сеяли на севере миллион гектаров пшицы. Тогда я к агрономии относился немножко снисходительно. Со временем я понял, что ось всех наук – это сельское хозяйство, это почва. Я вот однажды американцам сравнивал. У нас не было, допустим, сколько звезд, столько разной науки. Физика, математика, химия, биология и так далее, и так далее. Если поставить большую линзу, сфокусировать все эти науки в одну точку – это как раз наука о земле. Поэтому наука о земле, о растении – это требует знания математики, физики, химии, биологии, археологии, геохимии и так далее, и так далее. То есть это фокус практически всех наук. Я сейчас прихожу к такому мнению, потому что без знания почвы, без знания агрохимии, без знания растеневодства, получить высокий урожай невозможно. Случайно можно получить, но регулярно, чтобы получать, это надо знать очень много. Поэтому у нас здесь организована фирма «Одак» от Акимата. Помогает крестьянам немножко глубже понять, как использовать удобрения, какие удобрения для каких почв, и каким образом проводить, допустим, подачу питания для растений. Последние два года – это аномальные явления, климатические аномальные явления. Надо было предполагать, что такое будет, потому что начиная с 2012 года до 2024 года эта аномалия будет продолжаться, потому что Солнце меняет свое местоположение. Займет какое-нибудь местоположение, среди каких звезд, пока точно никто не может сказать, но это приведет к серьезным изменениям климатических условий. Возможно, у нас в Казахстане будет как Африка, возможно, здесь будет как Гренландия. Но, по крайней мере, особенно вот этот последний год, три месяца была температура очень высокая, радиация Солнца была бешеная. На высоте, допустим, 3-3,5 метра температуру мы мерили доходило днем в жаркое время до 70 градусов, при которой практически растения должны погибать. Роль науки, роль человека – не дать погибнуть растениям, чтобы растения дали максимальную возможность свой урожай даже при таких аномальных условиях. Поэтому сейчас я уже полностью убежден, что без основательного изучения почвы своей, без основательного изучения растений, которым ты занимаешься, вот кукуруза свою, получить высокий урожай, такой рекордный урожай невозможно. Я считаю, что в 2013 году мы побили мировой рекорд по кукурузе, американский мировой рекорд. Тогда был в Америке мировой рекорд 224 центня раз гектара. Мы получили 228. Я сейчас понимаю, что это в какой-то мере интуитивно, случайно получилось. Тогда к этому времени мы еще не были готовы. Научно, практическая часть, еще не было готово такого получения. Мы, видимо, интуитивно дали такое питание, которое помогло нам получить вот такой высокий урожай. Чем дальше, тем больше мы понимаем, что мало знаем. К сожалению, вот сейчас я считаю, не менее 90% фермеров, которые занимаются землей, знания слабые. Как можно это исправить? Я считаю так. Нужно создавать ассоциации, допустим, по видам растений. Ассоциации кукурузоводов, ассоциации соеводов. У нас в Инбексе-Казахском районе созданы ассоциации кукурузоводов соеводов. И плюс мы сейчас будем организовывать семинары. В каждом округе, поселке, как надо выращивать до того или иного растения. У нас в среднем в год уходит 20-25 миллионов тенге на исследования. Препараты очень дорогие. Особенно для применения метода вмешанных атомов нужны изотопы. Некоторые изотопы искусственные доходят до 10 тысяч, до 100 тысяч тенге одна ампула. Работа скрупулезная, тяжелая, но она нужная. Любому фермеру, чтобы получить нормальную уроду, прежде всего он должен досконально знать свою почву. Это не только анализ почвы, но это геохимия еще. Все это привлекать, изучить как следует свою почву. Кислая почва, шелочная почва или подзолистая почва. Ну, почву надо знать хорошо. Когда почву знают хорошо, балбонитет и так далее, и так далее, примерно карта будет вырисовываться. Именно на какой глубине почвы преобладают те или другие элементы из общего питания. Второе, что надо знать, допустим, для каждого растения есть определенное количество элементов. Определенные концентрации, определенные их соединения. Вот это надо знать. Значит, подробно должен знать человек биологию, анатомию, физиологию питания и метаболизм своего растения. Когда вот знаешь свое растение, что требуется, когда знаешь у тебя почва, что есть, тогда уже можно каким-то образом уже регулировать, помогать растению питаться нормально. Основная цель выращивания, агрономически основная цель, это чтобы растение получило полное питание. Полное питание, это значит рост вегетативных органов и развитие генеративных органов. Для этого надо знать до клетки, каким образом клетка, что такое рост. Это одной клеткой образовываются два, две клетки, потом четыре и так далее, и так далее, вот растет. То же самое и зерно, тоже так же растет. Вот это вот механизм, все это надо знать и знать, что нужно для этого. Вот мы, чем больше получаем урожай, тем мы хуже делаем для почвы, потому что, когда получаем урожай, мы огромное количество макро-микро-мезоэлементов вытаскиваем, беднеет почва. Значит, получение высокого урожая сопровождаться должны получением этого питания почвы. Почву надо обязательно вернуть то, что мы забрали. Для этого нужны знания, каким образом, когда, при какой фазе развития надо давать. Вот сейчас мы, например, очень большое значение придаем вне корневой подкормки растений. Это не новое, это раньше наши предки даже делали. Мы этим сейчас усиленно занимаемся, вне корневой подкормки. Мы минимум три раза в год делаем вне корневой подкормки кукурузы. Исследования показали, что листовая часть растений, в частности кукурузы, 95% продуктов питания идет через лист. Это водород, кислород, углерод в качестве СО2. Так вот эти три элемента составляют примерно 90-95% состава зерна. Представляете, это 90% идет через лист. А мы думаем, корни, корни, корни. Нет, корни играют большую роль. Воду дают через корень, микроэлементы дают через корень. Надо изучать его в целом. Почва, корни, стебель и листья. И надо помочь, оплодотворение, надо помогать, прежде всего, бором. И хорошие климатические условия создавать. И вовремя сеять. Например, по кукурузе так считают. Если вы посеяли вовремя, то получите нормальный урожай. Если на один день опоздаете, вы потеряли 3% урожая. Вот на 10 дней вы опоздали, вы потеряли 30% вашего урожая. Поэтому все это надо знать и выполнять. Для этого я считаю, что государство должно серьезно инвестировать в сельское хозяйство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова